Праздник творчества и вдохновения – еще один подарок. Ветераны Центра Заботы готовят к дню рождения Вологды. Они уже кружились в парах на Болох Белые ночи, а теперь готовятся выступить с творческой программой. О том, что ждет гостей, расскажет Мария Поздеева. Я думаю, чтобы был закончен костюм, я одеваю еще шляпку. В дополнение к образу яркие серьги и бусы перед выходом на сцену Геннаруса Вениаминовна почти не волнуется. И актерское мастерство, и костюмы – все отточено. Это результат двухлетней работы в творческой студии «Заботы». Еще я играю несколько ролей старичков. Поэтому костюмы такие, усы, бородка, шляпки. Допустим, скоро буду играть, 90 с лишним лет старичка. Поэтому лапти, все делаем сами. В театральной студии с символичным названием «Вдохновение» сегодня занимаются около 20 ветеранов. Сейчас артисты готовят творческий сюрприз к дню города. На праздники творчества и вдохновения, так ветераны «Заботы» назвали свой подарок городу, их номер будет одним из ключевых. Мы будем представлять композицию «Я актер», потом у нас будут песни и сценическая композиция «Мы дети про Вологду». «Твои мы дети Вологда» по Петуховой. И у нас все законы театра учтены. Мы занимаемся пением, у нас есть и пластика. В общем, театр таких малых форм. Место творческой встречи – Октябрьский сквер. Здесь развернется и ярмарка изделий ручной работы. Пройдут мастер-классы по рисованию, актерскому мастерству, плетению из газет. Свои изделия представят и кружевницы. Я всю жизнь мечтала научиться вести кружева, но никогда не знала, как это произойдет. Когда я вышла на пенсию, я узнала, что забудьте открывать этот кружевок. И вот когда я пришла сюда, я вообще ничего не умела. Вот сейчас я пришла к изделию жакет. Я вроде как бы до мастерства дошла до того, что я могу сейчас себе это позволить. Женщины очень активно учатся. И причем плетут уже достаточно серьезные вещи, жилеты плетем. Сейчас мы участвовали в международном конкурсе «Чудо-птица кружевная». Это посвящено символу города Вологды. Наши девочки сдали 21 работу. Некоторые из них в Волокжане смогут увидеть и на празднике. Там же подробно расскажут о направлениях работы Центра забота. А всех желающих запишут в кружки. Их, как всегда, много. И, возможно, еще будут открыты новые кружки, новые направления. Направление деятельности Центра заботы – 12. Поэтому всегда есть выбор. И каждый желающий сможет найти кружок по своим интересам и по своим вкусам. Всего сегодня в заботе насчитывается около 60 различных кружков. Их посещает сотни пожилых в Волокжан. Здесь они занимаются спортом, поют, вяжут, обмениваются кулинарными рецептами. Делают все, чтобы их время проходило интересно и с пользой.